Новости продолжают эфир. Канал А24КЗ Студии. Работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Официальный визит главы государства в Итальянскую Республику продолжается. Сегодня второй день переговоров. Напомню, накануне страны договорились довести совместные товарообороны 20 миллиардов долларов. Это решение Касмжу Мартукаев и Серджи Моторелло озвучили на встрече. Особый акцент сделан на инвестициях. На встрече с капитанами итальянского бизнеса президент Казахстана рассказал, какие условия созданы в нашей стране для будущих инвесторов. Тимур Саппар с подробностями из Рима. За круглым столом на встрече с президентом Казахстана акулы итальянского бизнеса капитаны сразу 30 компаний международного уровня проявляют интерес к сотрудничеству с нашей страной. В первую очередь акцент на вливании инвестиций, а Казахстан в глазах бизнесменов Европы, несмотря на сложную геополитику, крупнейшая и одна из самых быстро растущих экономик в регионе. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам. Магнитом для европейских, в частности итальянских, инвестиций остаются энергоресурсы. Больше 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу. Это около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии давнему и надёжному энергетическому партнёру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании «Эни» в нашу экономику. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли. Но природные ресурсы ограничены, а водовозобновляемой нет. И тут большие перспективы. Президент напомнил, что Казахстан – первая страна в Центральной Азии, которая ратифицировала Парижское соглашение и взяла на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион киловатт-часов. Он вызвал интерес у крупнейших мировых компаний. Они намерены реализовать проекты по генерации 43 гигаватт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счёт зелёных источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды. Призвал итальянский бизнес к сотрудничеству президента в области добычи и переработки критически важного сырья. В Казахстане свыше 5000 неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. А производим мы 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза. Месторождения таких полезных, ископаемых, как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии инвестиций, заметил Касамжмур Тукаев. Дают всё больше почвы для совместной работы и транспортной логистики. «Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связи между людьми, а также продвижению туризма». В завершение встречи бизнес-капитана Италии подписали четыре меморандума с казахстанскими компаниями в энергетической, инвестиционной, промышленной и бизнес-сферах. «Подписали соглашение с компанией «Балестра», по которому мы построим серно-кислотный завод в Туркестанской области мощностью 800 тысяч тонн в год. Данный завод будет снабжать серной кислотой предприятия группы компании «Казатампром». «Привлекать инвестиции в нашей стране будут и в сферах сельского хозяйства, биотехнологии, фармацевтики. Ряд крупных итальянских компаний в этой области могут смело локализовать свое производство в Казахстане. Полная поддержка будет оказана», — заявил президент. Строительство газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции и производство растительного масла. Эти проекты компания «Эни» запустит в Казахстане в ближайшее время. О реализации планов главный операционный директор итальянской компании доложил Касужу Марту Тукаеву. Гвейда Бруско также рассказал, что за прошедший год по трубопроводу КТК поставили рекордное количество нефти — 63,5 миллионов тонн. Президент высоко оценил такие достижения и отметил, что это результат совместных усилий правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая «Эни». Компания «Эни» — один из крупнейших наших партнёров. Мы с ней совместно работаем на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Помимо этого, в прошлом году мы с «Эни» достигли договорённости по развитию гибридной электростанции в городе Жанаузен. И сегодня мы подписали документ об инвестициях. Он предусматривает строительство ветровой, солнечной и газовой станции стоимостью 306 миллионов долларов. Их общая мощность составит 240 мегаватт. Тему инвестиций обсудим с нашим экспертом, директором Департамента по развитию бизнеса и дивестициям компании «Казмунайгаз» Мухтаром Аудбаевым. Мухтаром Ангельевич, приветствуем вас. Расскажите вкратце о гибридной электростанции и предпосылках к реализации этого проекта. Добрый день. Очень приятно находиться здесь. В последнее время, пожалуй, начну с последнего. В последнее время в Магастарской области есть ряд технических проблем, связанных с износом оборудования. Как следствие, происходит аварийное отключение электроэнергии на наших нефтегазовых предприятиях, что негативно влияет на процесс нефтедобычи. Исходя из этого, мы, собственно, поставили перед собой задачу обеспечить полное, надежное энергоснабжение, энергообеспечение наших предприятий. Более того, мы также исходили из второй задачи, связанной с углеродной нейтральностью и доктриной углеродной нейтральности, энергопереходом и обеспечением так называемой зеленой электроэнергии или электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии. Исходя из этих двух предпосылок, совместно с нашим многолетним партнером, итальянской компанией Eni, у нас появилась идея создания так называемого гибридного комплекса электростанций. То есть, когда работают два типа электростанций. Одна, так называемая, на основе возобновляемых источников электроэнергии и вторая, это традиционная газовая электростанция. То есть, таким образом мы обеспечиваем надежность поставки электроэнергии на наши предприятия, в то же время обеспечиваем большее вовлечение так называемой зеленой электроэнергии. При этом доля зеленой электроэнергии у нас состоит порядка 35-40%. Как следствие, мы экономим газ, добываемый нами, и уменьшаем, что очень важно, уменьшаем выбросы СО2 в атмосферу. Какие-то сроки уже есть, да, реализация данного проекта? Вот что на сегодняшний момент сделано уже для этого? Да, мы провели соответствующие технико-экономические расчеты, зарезервированы соответствующие земельные участки, получены все необходимые согласования. Во второй половине 2025 года мы планируем ввести электростанцию в эксплуатацию. Какие-то аналогичные проекты уже есть реализованные в нашей стране, вот в разработке на текущий момент? Да, как я уже сказал, данный проект будет впервые реализован в Казахстане. Тем не менее, мы совместно с французской компанией «Тоталь» и «Самрук Энерго» участвуем в реализации проекта «Один гигалат» по ветряной электростанции в Жамбулской области. Также мы реализуем ряд проектов по электроснабжению наших предприятий, таких как, например, на НПЗ в городе Атрау. Хорошо, спасибо вам большое. Благодарю. С нами был директор департамента по развитию бизнеса и дивестиций Казмунайказа Мухтар Аудбаев. А мы перейдем к другим темам. 139 казахстанских миротворцев отправят на Ближний Восток. В течение года они будут выполнять миссию ООН охранять военные базы, сопровождать гуманитарные грузы и защищать мирных граждан. В какие еще страны направят наших военных, расскажет Рауль Габит. Помимо депутатов, в здании парламента сегодня много людей в военной форме. Все потому, что на повестке предложение президента отправить казахстанских военнослужащих в страны Ближнего Востока и Африки. Вопросов много. Один из главных, что нашей армии даст миротворческий опыт. Вы представляете, что наши офицеры находятся не только в отрыве от пунктов постоянной дислокации, но и от своей Родины. И вот здесь это выработка в самостоятельности принятия решений на всех уровнях, в самых сложных обстановках. Изучение местности, ведение разведки, несение службы на пересеченных местностях в сложных климатических условиях. Все это мы накладываем на подготовку наших действующих подразделений. Предложение отправить военных за рубеж парламентарии поддержали единогласно. Миротворцев теперь будут готовить к переброске. Выполнять миссию предстоит на голландских высотах. Это спорная территория между Израилем и Сирией. При необходимости Казахстан направит контингент обеспечивать безопасность в Судане и наблюдать за выполнением условий перемирия в палестино-израильском конфликте. Наша рота будет дислоцироваться в лагере Фавар, там, где находится штаб миссии. Буферная зона имеет протяженность 75 километров. В самом своем широком месте она достигает до 10 километров. В самом своем узком месте достигает порядка 200 метров. Мы будем одной из пяти стран, которые будут предоставлять свои воинские контингенты. Составом и количеством казахстанского контингента в Министерстве обороны определились. Первыми выполнять миссию на Ближний Восток полетят 139 человек. Среди них штабные офицеры, военнослужащие специальных подразделений, наблюдатели, военные врачи. Миротворцев мы отбираем по моральным деловым качествам. Например? Состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень личной подготовки как военнослужащего, производящего, соответственно, знания языка. В первую очередь в составе нашей роты, в первую очередь, миротворческие подразделения, разведывательные, инженерно-саперные, технические и медицинские подразделения. В составе казахстанской роты на голландские высоты перебросят 15 бронированных колесных машин, 6 автомобилей высокой проходимости, 4 КАМАЗа и 1 микроавтобус. Перевозка техники на такие большие расстояния – дело затратное. Республиканскому бюджету это обойдется 8 миллионов долларов. ООН будет ежегодно еще в бюджет казахстанского государства выплачивать определенную сумму за то, что наш контингент там участвует в миротворческой комиссии. В наш бюджет будет поступать, вот чтобы не соврать, где-то 1-2 миллиона долларов каждый год. Таким образом, вот эта сумма, в принципе, гораздо уменьшится. И тем более, что возвращение назад этой техники будет за счет ООН. Подобные миссии – еще и хорошая возможность заработать для военнослужащих. Военнослужащие, которые будут там находиться, будут получать от 1 тысячи долларов до 1400 долларов. В зависимости от их должности, от выполняемой функции, это будет им выплачивать ООН ежемесячно. Кроме того, здесь они будут получать в месяц три оклада. Миротворческая деятельность всегда занимала особую роль во внешней политике Казахстана. За последние 20 лет военнослужащие нашей страны участвовали в разных миссиях, в том числе в Республике Ирак, Непале, Западной Сахаре, Кодейвуаре, Ливане, Центрально-Африканской республике Мали и Демократической республике Конго. Но предстоящая командировка на Ближний Восток станет особенной. Впервые страна получила мандат на самостоятельную миротворческую миссию, то есть службу за рубежом голубые каски из Казахстана будут нести не под флагами ООН или других государств, а под своим собственным. Рауль Габитов, Марат Диханбаев, 24КИЗЭТ. В первый день календарной весны в Казахстане во всех регионах сравняются стрелки часов. Это случится в ночь с 29 февраля на 1 марта. Постановление правительства в стране утвердили единый часовой пост, сообщила пресс-служба Минторговли и Интеграции. Стрелки назад нужно будет перевести жителям Акмулинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Североказахстанской, Турк-Кестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также регионов Абай, Жетесу и Улы-Тау. По новому времени начнут жить в Астане, в Алматы и в Шенкенте. Мне кажется, это хорошая новость. Конечно, первое время будет тяжело перестраивать организм, биологические часы на час позже. Но, с другой стороны, когда мы привыкнем к этому, это положительно может казаться. Расценивать это как положительную вещь, это большая работа. Это будет положительно сказываться и на рабочих процессах людей, и на биологической активности, и на здоровье населения. Это так и должно быть, что это правильное решение. И к тому же это природно, биологически правильно. Мне кажется, наш организм ощутит эту разницу и будет нам благодарен за это решение. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.